Доброе утро! Мы ценим достижения человечества, в том числе гастрономические. И одно из таких американский завтрак. Кофе, бургер с яйцом и хрустящие картофельные оладушки хэш-брауны. Вкусно, сыто, атмосферно. Готовим любимый завтрак мегаполисов. Этот завтрак многим из вас хорошо знаком. Раньше его можно было легко купить по пути на работу или на учебу в ресторанах фастпуда вашего города. Сейчас с этим сложнее, но это не проблема. Повторить знаменитый завтрак проще простого. Завтрак будет состоять из того, что мы очень сильно любим. Смотрите, я сделаю такие утренние бургеры на основе булочек с бекончиком, с сыром. Там туда-сюда будет очень вкусно. Дальше сделаю картофельные хэш-брауны. Это такие котлетки из картофеля, которые внутри мягкие, очень ароматные, вкусные, жареные, а снаружи хрустящие. Ну и, соответственно, яйца. Куда же без яиц на завтрак? И еще кое-что сделаю. Ну ладно, скажу заранее. Кофеек. Но это тоже, чтобы бодрило хорошо. Хорошо. Начинаем. Хэш-браун. Это такая картофельная оладушка. В чем ее уникальность? Уникальность в том, что она делается из картошки. А это просто. И это очень вкусно. Снаружи она хрустит, а внутри мягкая. Смотрите, как правильно приготовить хэш-браун. У меня здесь два крупных картофеля. Натираем на крупной терке. По сути, хэш-браун – это драник картофельный. Только технология чуть-чуть другая. Понимаете, хэш-браун, он очень быстро готовится. Фишка в его максимально быстрой обжарки. А вот драник можно брать, например, сырой картофель, замешивать, готовить оладушек, допекать в духовке. Здесь технология чуть-чуть другая. Поэтому натертый картофель закидывают в кипящую воду для того, чтобы его подварить, отварить. У меня здесь кипит вода. Отправляем туда картофель. Ровно на 4 минуты. Что за это время происходит? За это время лишний крахмал из картофеля уходит в воду. Картошечка уже практически станет готовая. То есть она за 4 минуты практически дойдет до готовности и будет мягкая. А потом уже из этой картошки будем лепить тесто. Вообще завтрак, друзья, это как бы очень хорошая штука. Если хорошо позавтракал, будешь до обеда себя чувствовать уверенно, энергично. Голова не будет болеть. Это молодежь, которая еще как бы мало соображает в этих делах, конечно. Вот я вчера встречался с своим племянником. Он говорит, голова болит. Я говорю, а что у тебя голова болит? Он говорит, я не позавтракал. Я говорю, а что ты не позавтракал-то? Ну и сказал, что надо завтракать. Короче, промыл его в мозге, объяснил, что это полезно. Он такой, да, да, я знаю, я теперь буду завтракать. Завтрак это как бы кладезь энергии и продуктивности на весь день. Поэтому завтракать надо качественно. Да, Мэри? Да. Вот ты сегодня что ела? Я ела гречку с рыбой. Вот, молодец. Вот молодежь, понимаете, недаром с нами уже здесь долго. Набралась уму-разуму и завтракает качественно. Картошечка у нас отварилась. Выключаем нагрев. И теперь через сито процеживаем картошку. Надо, чтобы лишняя вода стекла и осталась только картошечка. Так, отлично. Отправляем картофель в миску. Вот теперь картофель нужно насытить вкусом. Для этого добавляем туда щепотку соли. Дальше вы удивитесь, щепотку сахара. Сахар, он же всегда усиливает вкус. У вас картошечка будет, знаете, такая чуть-чуть на контрасте с солью. Такая сладенькая и от этого будет еще круче. Дальше свежемолотый перчик. И теперь еще один вкусный ингредиент. Это сушеный чеснок. Кстати, классная вещь. Если у вас нет такой вещи дома, купите. Эта пачечка сушеного чеснока продается в любом магазине. Насыщает вкусом овощи, картошку, курицу, мясо, все что угодно. Крутая штука, когда, честно говоря, лень заниматься свежим чесноком. Вот так вот открыли, немножко сыпанули и все. Тот самый понятный вкус получили. Дальше, пока картофель теплый, добавляем туда ложку муки. Мука добавляется для того, чтобы скрепить все ингредиенты, чтобы у нас получилась такая клейкая хорошая масса, из которой мы сможем сформовать хэшбраун, а потом его обжарить. И самое интересное, что яйцо в хэшбраун не идет. Поэтому муки будет вполне достаточно, чтобы скрепить картофель. Зато дополнительно будет скреплять массу сыр, да и вкуснее с ним. Готовой картофельной массе даем немного времени, чтобы набухла клейковина. Жарить будем в большом количестве масла. Формуем оладушки. Тут просто. Они должны быть кругленькие, но не слишком большие. Для этого наше тесто вот так вот, смотрите, формуем в руке. Опа. Чуть-чуть пересуем. Видите, оладушка, она такая становится немножко прямо такая вот плотненькая, хорошая. Где-то даже распадается, но ничего страшного. А вот теперь, смотрите, расскажу вам маленький такой прикольчик. Здесь у меня крахмал. Вот если крахмалом чуть-чуть вот так вот посыпать котлетку, то ваша оладушка станет еще более хрустящая. Это не обязательно, но если вы так сделаете, то эффект хрустящести будет ярче и хрустее. Понятно? Короче, хрустеть будет лучше ваша оладушка. Отправляем жариться. Вот так раз. И еще сверху немножко крахмальчиком. Так, опа. Все. И дальше у нас здесь как раз на три большие штучки получится. Смотрите, жарим на сильном огне с двух сторон. Почему жарим быстро? Потому что долго жарить не надо. Картошка ведь у нас уже предварительно была отваренная, значит, она мягкая и готовая. Поэтому с двух сторон шкварчит, хрустит и хэшбраун готов. Хэшбраун должен быть золотистый, красивый, хрустящий, поэтому жарьте до красивого цвета. Бледный хэшбраун это не хэшбраун. Да как и драники, ну бледные, ну кто ест? Надо, чтобы прям цвет был. Чем сильнее пожарено, тем вкуснее. Ну что, переворачиваем. С одной стороны жарим с другой стороны. Видите? Оп-оп-оп, прям хрустик. Ай, красота, ой, хэшбраун, ой, красивый. Снимаем хэшбраун на салфетку, чтобы лишний жир впитывался и не оставался в оладушках. Вот так вот. И пока они горяченькие, отправляем в сторонку. А вот теперь берем сковородку побольше. Вот такую. Ставим ее на нагрев и занимаемся бургерами. Так, ну что, смотрите, вот это масло, на котором жарился хэшбраун, сливаем на нашу сковородочку побольше, потому что здесь будут и булочки, и яйцо, и бекон. Сковородка должна быть побольше, чтобы сразу на одной все приготовить. В общем-то, можно и на маленькой все сделать, ну, нужно будет несколько этапов, а так разом. Мой бургер будет состоять из булочки, сыра, бекона и яйца. Но чтобы все выглядело красиво и привлекательно, как в том самом ресторане, то я вам предлагаю яйцо пожарить не просто на сковородке, такое, чтобы оно бесформенное было, а в форме кругленькой. Поэтому буду жарить яйцо вот в такой кондитерской форме. Кольцо называется. Чтобы яйцо не прилипло, смотрите, смачиваем края кольца маслом, вот так вот. Кладем колечко на сковородочку. Аккуратненько жарим яйцо, отправляя его в форму, вот так вот кругленькую. Оп. Видите, оно какое круглое становится, никуда не вытекает, ровно жарится. Ну, там чуть-чуть, но это подрежем. Следующий ингредиент. Прямо на этой сковородочке готовим бекончик. Так, обязательно чуть-чуть яйцо можно подсолить, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть, потому что у нас сыр соленый, бекон соленый, здесь не переборщите. Задача жарить все эти продукты не на слишком сильном огне, потому что если яйцо будет сильно у вас жариться, то оно будет такое сухое, пережаренное по краям, а надо все-таки, чтобы оно стало снежное, спокойно кусалось и сохраняло свою сочность. С беконом та же самая история. Понимаете, не слишком сильно, с двух сторон, так, чтобы бекончик шкварчал. Видите, он вытапливается масло из бекона. И можно вот это масло чуть-чуть так вот к яйцу позагонять, и у вас яйцо будет со вкусом бекона. Это фишечка. Дальше подготавливаем булочку. Разрезаем их на две части. Булочки, смотрите, у меня они с добавлением ржаной муки. На самом деле вы можете взять булочки, какие вам нравятся. Можете взять пшеничные, ржаные, как у меня. Короче, главное, чтобы они были кругленькие и напоминали форму бургера. Чтобы булочку правильно обжарить, рекомендую ее смазать небольшим количеством сливочного масла. Так будет вкуснее и круче. Так, бекончик, смотрите, готов. Снимаем. Опа. Ой, какой шкварчащий. Яйцо еще дожаривается, и рядом отправляем жариться булочку. Вот одной стороной. За счет этого у вас булочка, как раз сливочное масло, подтопится. Она станет ароматная, вкусная. Еще и нагреется, и будет супер мягкая. Это важно для бургера. Потому что, когда булочка жесткая, сухая, то какую бы вы сочную начинку внутрь бургера не положили, будет у вас бургер сухой. А важно, чтобы он был прямо, понимаете, прямо ошпарил. Был мягкий, нежный, пористый и вкусный. Так, отлично, ребята. Смотрите, яйцо готово. Аккуратненько вот так вот его. Опа. Прямо вот так вот с формы снимаем на досочку. Смотрите, булочки какие стали. Ароматные, мягкие, вкусные. Дальше. В верхушку булки убираем, а на низ кладем сыр. У меня здесь сыр чеддер. Он оранжевый, красивый. Если вдруг не нашли чеддер, хотя чеддер лучше по классике добавить, то можете добавить любой слайс любого сыра. Там, эмменталь, российский, да как угодно. Главное, чтобы он был вот такой красивый. Отправляем его на булочку и закрываем крышкой. Наша задача чуть-чуть сыр подрастопить, подплавить, чтобы он стал привлекательно выглядеть. Достаточно минуты. Все, можно собирать бургер. Дальше выкладываем яйцо. Теперь разрезаем бекончик. Вот так вот. Раз, два. И сверху закрываем булочкой. Вот вам шикарный утренний бургер на завтрак. С яйцом, беконом и сыром. Ну, круто выглядит. Круто. Хэш-браун готов. Бургер готов. Кофеек заваривается. Собираем блюдо красиво. По-настоящему, так сказать. Смотрите, вам понравится. Я подумал над презентацией. Конечно, дома вам будет такое тяжело сделать, но на самом деле, если заморочитесь, купите какие-нибудь всякие прикольные штучки, то можно собрать очень похожий завтрак. У меня здесь вот такая вот пачечка. Написано, видите, homemade chips. Приготовленные дома. Чипс это картошка фри. У нас хэш-браун. Это круче. Кладем хэш-браун. Бургер. И кофеек. Завтрак готов. Приятного аппетита. Ну что, вы думаете, сам хочу попробовать? Хочу, честно говоря. Но и угостить кое-кого хочу. Агния, выходи. Давай, я тебя угощу супервкуснятиной. Тебе наверняка этого не хватает в жизни теперь. Привет. Ну да, пять. Любишь такие штуки? Ты тоже хочешь попробовать? Я вот это люблю. Я так и познал, что ты не просто так пришла. Держи. Пожалуйста. Ой, спасибо. Только не закапай. Уже закапала. Ой, мама ремешка даст. Ну ладно. Завтрак. Чемпионов? Да. А что больше понравилось? Бургер или картошка? Очень вкусно. Будем готовить дома? Ну давай пятерку. Чтобы приготовить американский завтрак, возьмите картошку, булочки, яйцо, бекон, сыр-чеддер, полутвердый сыр, сливочное масло, растительное масло, муку, крахмал, сушеный чеснок и сахар. Сытный завтрак для продуктивного дня – 193 рубля. Продолжение следует... Продолжение следует...